Так, ну что же, будем начинать вебинар. Всем добрый день. Меня зовут Малышин Иван, я представляю Академию А1 из BITREX. Мы сегодня проведем с вами вебинар и второй наш продаватель. Меня зовут Филиппов Михаил, я руководитель направления внедрения BITREX24 компанией InterVolga. Собственно, мы начинаем наш вебинар. Сначала техническая часть. Давайте проверим, как нас слышно, как видно. Пожалуйста, поставьте плюсики или минусики в вопросы. Отлично, пошли плюсики, вижу. Я тут периодически буду смотреть в сторону, значит, я поглядываю на второй экран, где у нас системная информация. Собственно, раз с технической стороны у нас все хорошо, какое количество плюсов. У нас уже 500 с плюсом участников. Это, конечно, очень отрадно, значит, мы попадаем в тему. Собственно, еще одна небольшая техническая часть, то, что мы периодически будем показывать вам себя и будет отображаться экран. Вы можете сами уменьшать, увеличивать, как вам удобно, что вам хочется больше или меньше видеть. Придем непосредственно к учебному курсу. Собственно, мы проводим не просто вебинар. Мы проводим, собственно, целый учебный курс, который будет стоять из вебинаров и заданий для вас. Поэтому, чтобы добиться цели, научиться создавать самостоятельный бизнес-процесс, вам нужно посетить все наши вебинары последовательно. Мы будем давать темы от простого к сложному, раскрывая все эти необходимые знания, которые вам нужны. И мы будем давать домашние задания. Обязательно их делайте, потому что только когда мы что-то делаем сами руками, пробуем на практике, мы узнаем и получаем на опыт. У нас, получается, собственно, вопросы возникают, когда мы делаем какие-то первые ошибки, именно так мы с вами и обучаемся. И по окончанию курса у вас должен получиться полностью работающий бизнес-процесс, который вы сами сделали с нуля. Так, собственно, курс, представлю вам еще раз его коротко. Он будет состоять из двух частей. Первая часть пройдет в мае-июне, это будет четыре вебинара, вторая часть в июле-августе. Первая часть больше ориентирована на тех, кто ни разу сам еще, в принципе, не делал бизнес-процессы. Вообще, мы понимаем, что у нас очень разная аудитория, больше 500 человек и больше 2000 регистраций было, кто-то уже делал, кто-то нет. Наша цель помочь всем, кто хочет узнать эту тему с нуля вообще. Поэтому первая часть, она посвящена самым основным шагам. Мы готовы, как формализовать бизнес-процессы, как вообще, где вообще живут бизнес-процессы BITX24, как их создавать самостоятельно, что такое редактор, активисты, действия. Мы обязательно рассмотрим хорошо, что такое переменные и константы, как их применять в бизнес-процессах, какие сложные действия, которые оперируют переменные и константы при реализации. И поговорим о правах доступа и о вычислении значений для параметров действий. Их очень много, там очень много возможностей. Мы хотим показать, собственно, что вообще у вас есть. Вторая часть, она будет больше уже на продвинутые знания. Она будет последовательная. То есть тот, кто прошел первую часть, он будет понимать, что мы делаем дальше. Кто-то опытный может прийти и на вторую часть сразу и получить, собственно, знания. Мы посмотрим, как создавать бизнес-процессы со статусами. Особенности разработки бизнес-процессов для CGM. И даже один урок проведем непосредственно для программистов. Покажем, как делать собственные действия с помощью PHP. Вот такой вот у нас будет курс. Как мы построим сегодняшний вебинар? Во-первых, вы уже все увидели форму вопросов. Я вижу, что активно в нее пишите, это хорошо. Давайте обратную связь по ходу, если вдруг что-то стало со звуком или картинкой. И задавайте вопросы по тематике, которую мы озвучили. Мы сделаем несколько паузов, сочиняем вебинара, чтобы дать ответы. Время у нас будет немного, но хотя бы на несколько вопросов мы обязательно ответим. Собственно, я представил вам курс и хочу передать слово Михаилу, который непосредственно начнет нашу первую тему. Буквально минуту я передам презентацию. И пока Михаил ее перепринимает, у нас переключается картинка. Напишите, пожалуйста, вопрос. Очень интересно знать, сколько вы уже делали самостоятельно бизнес-процессов? Какая у нас сегодня аудитория? Больше тех, кто не знает или больше тех, кто уже имеет опыт? Ага, я буду немножко комментировать ответы. 0, 10, 2, 2, 3 штуки не делали. Порядка 30 не делал ни одного. Очень большая часть, там процентов 8, 70, 0 или там 1, 2. Это, конечно, показатель. Ну что же, Михаил, я видел, что мы переключились. Передаю тебе слово. Да, так, Иван, экран видно хорошо? Отлично видно. Здесь презентация. Отлично видно. Ого, все замечательно. Ну, тогда приступим. Наша первая тема – это основные понятия. Извини, а вот сейчас, секундочку, у меня на втором экране. По картинке, как и коллеги, скажите, пожалуйста, у вас видно все? Видно все. Вот сейчас хорошо. Отлично, так, переключилось. Все нормально, да, перестроились. Сейчас, да, мы приступаем. Первая тема – основные понятия. И рассмотрим как раз бизнес-процессы, где они будут, где они существуют в B324, как они работают. По нашему плану мы должны с вами сегодня рассмотреть три основных вопроса. Первый вопрос – это формализация бизнес-процесса. Как выполняется формализация из простого текстового описания. Второй вопрос – это бизнес-процессы в B324. Покажем наглядно, как они работают, что происходит в процессе выполнения бизнес-процесса. И третий вопрос – это редактор бизнес-процессов. Рассмотрим его основные элементы. Вот, и покажем, как настраиваются действия. И перейдем к первым вопросам – формализация бизнес-процесса. Но начнем с того, что давайте определимся, что же такое бизнес-процесс. Я кратко постарался дать формулировку бизнес-процесса всего в двух строчках. Бизнес-процесс – это алгоритм выполнения определенных действий для получения заданного результата. Существуют, конечно, и более подробные определения. Но я попытался именно коротко показать основную суть этого понятия. То есть, это какие-то действия, которые должны выполняться в строгой определенной последовательности, чтобы мы получили нужный результат. Сам бизнес-процесс, он может быть описан просто текстом. То есть, нужно сделать то-то, то-то. А может быть, он представлен графически. И мы с вами будем настоятельно рекомендовать вам использовать именно графическое описание бизнес-процесса. Потому что это наглядно, удобно. И потом разрабатывать в системе BITREX24 непосредственно шаблон бизнес-процесса по графическому описанию будет достаточно просто и удобно. Ну и наглядно, конечно же. Еще можно сказать, что в системе BITREX24 бизнес-процессы можно интерпретировать как маршруты. И вот если мы следуем этому заданному маршруту, то обязательно мы достигнем нужную цель. А какая у нас может быть нужная цель? Это заключение либо сделки, оформление договора, выписка счета, прием заказа и так далее. То есть, все те операции, которые происходят у нас непосредственно в наших компаниях, организациях, на предприятиях. Но мы с вами будем работать не просто с бизнес-процессами, а мы с вами будем работать с автоматизированными бизнес-процессами. Что же такое автоматизированный бизнес-процесс? Это запрограммированная система действий, которые нужно выполнить для получения заданного результата. То есть, автоматизированный бизнес-процесс, он запрограммирован системой, и система его выполняет. В результате автоматизации бизнес-процесса сотруднику уже теперь не требуется знать последовательность всех действий. Эта последовательность уже четко запрограммирована, она заложена в нашу систему, и именно BITREX24 будет управлять последовательностью этих действий. Нам только остается каждому сотруднику выполнить ту или иную задачу или то или иную задание, которое ставится в результате выполнения бизнес-процесса, чтобы достигнуть нужной цели. И прежде чем перейти непосредственно к формализации бизнес-процесса, который мы будем рассматривать в нашем курсе, мы рассмотрим обычные примеры жизни. И вот в качестве первого примера я привел такой простой пример. Рассмотрен процесс, который заключается в том, что необходимо просто выпить чашку кофе. И какое описание его? В общем виде описание будет следующее. Нам необходимо взять чайник, вскипятить воду, достать чашку, достать банку с кофе, насыпать кофе в чашку и налить воды. Мы конечно ограничим наш бизнес-процесс, мы будем использовать электрический чайник и растворимый кофе. То есть сразу как бы зададим такие ограничения. Для того, чтобы перейти к реализации такого процесса в системе, нам потребуется его формализировать. И первый этап формализации это в текстовом виде просто задать четкую последовательность действий, что нам необходимо сделать. И по порядку вы записываете у себя те действия, которые выполняются. То есть вот как в примере у нас, первое это взять чайник, второе проверить, есть ли вода в чайнике. И здесь у нас сразу же идет условие. Если есть, значит соответственно мы можем сразу включить чайник, если нет, то нам соответственно нужно налить воды. Далее третье действие вскипятить воду. Четвертое действие достать банку с кофе. И тут у нас опять идет условие. Нам надо проверить, а есть ли у нас кофе, может он уже закончился. И соответственно здесь условие. Если есть кофе, то нужно его насыпать в чашку. Если его нет, то просто процесс завершается. Но нет кофе, соответственно мы с вами его не выпьем, ничего страшного. Вот в следующий раз как-то. Если же кофе есть, то насыпаем в чашку, наливаем воды. И соответственно у нас процесс завершен. Следующий этап. Это у нас графическая формализация. То есть когда вы в текстовом виде вот последовательность задали, нужно будет графически представить, как это выполняется. Но сначала я приведу такую промежуточную схему, чтобы понагляднее было, как выполняется графическая формализация. Значит есть чайник. Далее у нас идет с вами условие. Есть ли в нем вода. Условие как правило обозначается в виде ромбика. И мы такое же условное обозначение и применим для нашего бизнес-процесса. У этого условия есть два выхода. Положительный и отрицательный. Соответственно положительный выход подписан у нас да, отрицательный выход нет. Если у нас отрицательный выход нет, то соответственно нам нужно набрать воды. И вот на рисунке показано это действие. Если же у нас вода была в чайнике, то мы можем сразу включать его. И у нас соответственно идет в виде розетки, в которой включается, наглядное представление следующего действия. Хорошо, чайник у нас кипел. Далее мы берем банку кофе, которая представлена у нас. И смотрим, что в ней. И у нас соответственно опять следующий ромб, следующее условие. А есть ли кофе? Ну и соответственно здесь у нас два варианта. Первый вариант положительный. Да, кофе есть. Соответственно мы переходим к следующему действию. И вот на рисунке показано. Следующее действие это необходимо просто налить воду. Если же у нас нет кофе, вот пустая банка оказалась, то есть у нас отрицательный результат. То соответственно процесс заканчивается и вот по стрелочке просто мы идем к завершению. Теперь давайте обратим внимание. Вот здесь вот у нас слева, я пунктирчиком подсказал пунктирные линии красной. И справа тоже показал пунктирные линии красной. Это граница нашего процесса. То есть всегда, когда вы будете рассматривать какой-то процесс, нужно определиться с границей. Потому что мы с вами рассмотрели определенную какую-то часть предметной области. Если взять более шире наш пример, то можно вообще начать с того, что вдруг у нас вообще нет чайника. Соответственно у нас начнется с того, что если у нас чайник условия, если чайника нет, то мы соответственно должны поехать в магазин, выбрать нужный чайник. Он может быть электрический, а может быть для газовой плиты и так далее. И далее то же самое в конце. Вот мы показали, что у нас последнее действие это налить воды. Дальше-то в общем-то процесс-то не заканчивается. Дальше человек может добавить сахар, может добавить молоко. Дальше он выпивает чашку, моет эту чашку, ну и так далее. И вот когда вы будете любой процесс формализировать, необходимо обязательно задать границы. То есть с какой точки мы начинаем рассматривать наш процесс и в какой точке мы завершаем рассматривать этот процесс. Это очень важно. Иначе просто вся автоматизация, она может закончиться тем, что вы сами не сможете определить, насколько ваш процесс длинный, какие действия в нем. И трудно будет его просто реализовывать. Вы постоянно будете пытаться что-то добавить, что-то убрать и так далее. Поэтому всегда задайте границы, а потом его формализируйте. Значит, и на следующем слайде у нас представлена уже непосредственно графическая формализация нашего процесса. Вот чтобы задать границы процесса, мы используем как и при создании алгоритмов такие блоки начало и конец. Вот они у нас овальчиком здесь представлены, вверху и внизу. Они как раз показывают границы нашего процесса. То есть где он начнется и где он закончится, на каком действии. И дальше все действия, которые у нас происходят, мы показываем в виде прямоугольничков. А если действие связано с каким-то условием, то мы это показываем в виде ромбиков. И у нас по порядку, как и было, необходимо взять чайник. Дальше условие идет, есть ли вода. Если у нас отрицательное решение, то соответственно нам нужно выполнить дополнительное действие, налить воду. Если у нас положительное решение, положительный ответ, то нам требуется вскипятить воду. Достать пустую чашку, банку кофе. И дальше опять у нас условие. Мы смотрим, есть ли у нас кофе. Посмотрели. И при отрицательном результате просто вот идем в конец сразу. У нас никаких действий не происходит, процесс заканчивается. То есть кофе не пьем, раз его нет. А если у нас положительное решение, да, ответ, то необходимо выполнить сначала действие насыпать кофе, потом налить воду. То есть вот в таком виде мы будем использовать формализацию процессов. Но мы с вами пока только рассмотрели достаточно простой процесс, состоящий из условий. Очень часто в наших процессах, которые происходят, существуют циклы. И опять же на том же примере покажем, как этот цикл можно формализовать. Пример заключается в следующем. Все то же самое, только нам необходимо будет напоить кофе трех человек. То есть нужно будет налить три чашки. Соответственно, описание такое же. Взять чайник, вскипятить воду, достать банку с кофе, насыпать кофе, налить воды. Насыпать кофе во вторую чашку, налить воды. Насыпать кофе в третью чашку. Далее, выполняем опять же текстовую формализацию. Последовательно расписываем шаги. Ну, в чем здесь особенность? Значит, посмотрите внимательно. Вот пятый шаг. У нас до пятого шага все было так же. Далее, достать чашку. Шестой шаг. Проверить, есть ли кофе. Условие как бы у нас повторяется. Если нет кофе, то, соответственно, мы должны будем завершить процесс. Если есть, то наливаем воду. И появляется у нас последнее условие. А чашка у нас последняя. Если это не последняя чашка, то есть первая, например, была, то мы должны будем возвратиться к шестому шагу назад. И процесс у нас повторится для второй чашки. Если же у нас чашка последняя, третья, то весь процесс у нас закончится. Как это сделать графически? Ну, то же самое. Сначала промежуточную схемку сделаем с наглядными картинками. А потом уже эту схему, с которой мы будем использовать для реализации бизнес-процесса. Начало все то же самое. Границу задали, чайник взяли, пустой, если то налили воды. Потом его включили, взяли банку с кофе, посмотрели, есть ли кофе. Кофе есть, налили первую чашку. И здесь у нас условие идет. Это у нас с вами третья чашка, то есть она последняя. Если мы взяли первую чашку, то ответ будет отрицательный. И по веточке нет. Мы уходим на действие. Мы как бы возвращаемся назад, но при этом мы выполняем дополнительные действия. Нам нужно взять новую пустую чашку. Хорошо. Взяли пустую чашку. И потом, соответственно, мы опять берем банку кофе и все то же самое у нас повторяется. Посмотрели, а есть ли там кофе. Потому что пока мы там насыпали первую чашку, вдруг оно закончилось. Может его мало было и оно уже закончилось. Хорошо, кофе осталось. Соответственно, мы потом наливаем воды в эту чашку. И опять у нас условие. Это у нас с вами третья чашка? Нет, это вторая. Соответственно, нам опять нужно взять будет пустую чашку. Опять взять кофе, посмотреть, опять налить воды. И опять последнее условие. Это у нас третья чашка? Да, это у нас третья чашка. И таким образом наш процесс завершается. Ну и как это обозначается? Сначала все то же самое. Взяли чайник, если вода, если нет, налили воду, вскипятили воду. Потом достали три чашки и начинаем последовательно их наливать. Первое. Есть кофе. Ну, если его нету, то, соответственно, никого мы кофе не напоим. Процесс весь завершится. Если же у нас есть кофе, то, соответственно, мы насыпем в первую чашку, нальем воды. Условие идет. И если у нас это первая чашка, то ответ будет у нас на это условие отрицательный. То есть чашки закончились, ну или последняя это чашка? Нет. И, соответственно, по циклу нам нужно взять будет пустую чашку, вернуться к исходному условию, то есть взять банку кофе, посмотреть, есть ли кофе и так далее. И таким образом у нас три раза эти действия повторятся. То есть вот таким образом мы обозначим наш цикл, что нам требуется три раза налить банку с кофе. Ну а теперь перейдем к тому бизнес-процессу, который у нас будет на наших вебинарах, который мы будем реально автоматизировать и показывать, как его создать в системе BITREX24. Бизнес-процесс у нас называется оформление договора и заключается он в следующем. Менеджер компании подготавливает договор с клиентом. Каждый договор должен быть согласован с руководителем отдела. Причем это согласование может выполняться многократно. То есть вы показываете договор руководителю, он говорит, нет, давайте исправим там четвертый пункт. Соответственно, возвращает его вам, вы исправляете, опять показываете руководителю, он говорит, нет, давайте теперь там исправим шестой пункт. И так далее. То есть вот эта вот итерация, она может выполняться многократно. Хорошо, руководитель согласовал договор. Дальше. У нас есть условия. Если сумма договора больше 15 тысяч рублей, то в договор бухгалтер должен внести дополнительные условия. Например, указать возможность предоплаты 50 на 50 или 70 на 30. То есть какие-то условия. Если же сумма договора меньше 15 тысяч рублей, то есть сумма достаточно небольшая, то необходимо оплату производить сразу, без дополнительных условий. Далее, после бухгалтера обязательно договор должен быть согласован с юристом. И здесь опять у нас может выполняться многократная итерация. То есть мы отдаем юристу, юрист говорит, нет, там не очень хорошие условия в договоре, нужно их поменять. Соответственно, мы производим какие-то изменения, опять отдаем юристу. Юрист смотрит, опять говорит, нет, там санкции какие-то очень жесткие, давайте опять поменяем его и так далее. Ну и после всех согласований, после того, как уже юрист согласовал, менеджер подписывает договор у директора и отправляет его по почте клиенту. Когда менеджер получает от клиента подписанный экземпляр, он его регистрирует и сохраняет в архиве. Вот такой бизнес-процесс мы с вами будем сначала формализировать, а потом непосредственно реализовывать в системе BITREX24. Мы взяли пример, потому что, ну, практически во всех компаниях, во всех организациях, на всех предприятиях договора оформляются. И более-менее с этим бизнес-процессом вы все знакомы. Он достаточно для вас понятен. И я думаю, что потом, после того, как мы выполним практическую реализацию, вы с определенными доработками сможете использовать ее в своей компании. То есть я думаю, что он вам пригодится. Ну и далее. После того, как мы его просто описали, обязательно нужно выполнить текстовую формализацию. То есть по пунктам разложить те шаги, которые нужно выполнить. То есть вот менеджер компании готовит договор, потом согласовывается руководителем отдела, потом у нас есть условия по сумме договора. Далее согласовываем с юристом, подписываем у директора и последнее действие регистрируем. Выполнив текстовую формализацию, переходите непосредственно к графической формализации. И вот в каком виде у нас будет наш с вами этот бизнес-процесс. Начинаем. Опять же границы задаем. Начало. И первое действие у нас. Менеджер создает новый договор. Прямоугольничком его показали. После этого нам нужно выполнить действие согласования с руководителем. Но так как согласование может иметь два результата, положительный или отрицательный, то это согласование мы указываем в виде ромбика. То есть как бы условие либо согласовано, либо не согласовано. Если у нас не согласовано, то у нас идет веточка нет и действие исправления менеджером договора. И как мы уже говорили, это у нас может быть многократно. То есть здесь у нас получается цикл. То есть сколько раз нам скажет руководитель исправить, столько мы раз и исправим. Два раза, три раза, четыре, ну и так далее. В конечном итоге руководитель там соглашается с той формулировкой договора, которая есть. И соответственно идем по веточке положительного решения. Далее. У нас просто условие теперь. Если сумма договора больше 15 тысяч рублей, то соответственно бухгалтер должен внести дополнительные условия. И мы это действие показываем в виде отдельного прямоугольничка. Если у нас с вами сумма договора меньше 15 тысяч, то соответственно у нас веточка нет идет. И никаких действий здесь не требуется выполнять. Далее. Переходим к следующему условию. Согласование с юристом. Если у нас юрист не согласен с формулировкой нашего договора, соответственно у нас отрицательное решение, то опять же по веточке нет. У нас идет следующее действие. Исправление менеджером договора. И как мы уже говорили, здесь у нас может быть многократное исправление. То есть там юрист говорит, не согласен с таким-то пунктом, нужно подправить такой-то пункт. Эти итерации у нас могут выполняться опять же многократно. То есть у нас здесь получается цикл. Хорошо. В конечном итоге юрист у нас тоже согласует договор. И тогда мы перейдем по положительной веточке. По решению «Да». Здесь нам необходимо выполнить действие подписания договора и отправка его клиенту. Ну и после, через некоторое время, мы получаем подписанный экземпляр от клиента. И менеджер должен будет его зарегистрировать и внести информацию в архив. Вот такой бизнес-процесс мы с вами будем непосредственно реализовывать на наших занятиях. Так, ну, Иван, я думаю, ты хотел добавить по поводу формализации бизнес-процесса. Да. Значит, меня уже слышно. Скажите, пожалуйста. Так, отлично. Собственно, секундочку, буквально побояется моя картинка, чтобы у вас у всех она была. Бизнес-процесс. Да, я как раз по ходу отвечу на несколько вопросов. Вы не переживайте, все, что вы пишете в чат, это не совсем чат, это именно список вопросов. Я их получаю, смотрю и собираюсь на них возможность, конечно, побольше ответить. Но это не общий чат. Значит, соответственно, как раз звучали вопросы, что это вводный урок для начинающих, а будем ли мы делать бизнес-процессы и так далее. Еще раз повторюсь, то, что я говорил в начале, возможно, не все были с нами. Первые четыре вебинара этого курса, первая часть посвящена тому, чтобы научить совершенно с нуля самостоятельно создавать бизнес-процессы в BITX24. И как раз таки вот эту схему, которую вы сейчас видите на экране, мы ее за четыре урока полностью реализуем. Будет это, подход будет следующий. Сегодня мы рассказываем про формализацию, я еще скажу, почему это важно. Дальше мы создадим этот бизнес-процесс непосредственно в BITX24, такую простую версию. На третьем уроке мы сделаем ее более расширенной, покажем сложные элементы. И на четвертом мы включим дополнительные возможности по установке значений и доступа к этому разу. Мы завершим создание полноценного бизнес-процесса с сложными элементами. Окей, соответственно, что еще хотел здесь подытожить, сказать, к тому, что сказал Михаил. Да, это больше, конечно, для тех, кто впервые сталкивается с разработкой бизнес-процессов. На самом деле, ведь, посмотрите, было всего четыре элемента. Ну, у нас есть начало и конец, здесь понятно. Потом есть обозначение некоторого действия. Это любое действие вообще. Да, дать информацию, о которой генетически, пятичаник и так далее. И как раз таки BITX24 предоставляет определенный набор действий, которые вы можете использовать при реализации. Конечно, мы о них поговорим. Два тысячи вебинаров были посвящены именно этому. Какие действия, как их применять и так далее. Второй важный момент – это условия. Опять же, его не IT-специалистам тоже нам нужно просто осознать. IT-шникам-то все понятно. Мы там когда программируем и так далее, условия – это очень естественный элемент. Для IT-специалистов это может быть не так явно. Но, тем не менее, оно очень простое в жизни. Если что-то у нас существует, окружение, если есть у нас картошка, мы и в армии. Если нет, то мы идем и покупаем. Если заказ больше 100 тысяч, отдаем ведущему менеджеру. Нет, отдаем рядовому. Соответственно, еще один элемент, чуть более сложный – это цикл. На самом деле, мы просто повторяем одинаковые действия, пока не выполнятся условия. Вот его применение в жизни. Если кого-то отправили в магазин за шоколадкой, то нужно купить шоколадку. Если в магазине нет, то мы идем в следующий магазин. И будем ходить по магазинам, пока ее не найдем. То же самое и с процессами, которые мы описываем на работе. Если договор должен быть утвержден у руководителя, и изменения могут выноситься, пока работник не утвердит. Это и есть, собственно, цикл с условием, утвержден или не утвержден. И чтобы подчеркнуть, что вы, собственно, в жизни этим занимаемся, два простых примера. И первое, мы просто анекдотичны, что все макетологи и мечедайзеры бессильны против мужика со списком покупок. Ведь как на самом деле мы ходим в магазин, ну мы, в смысле я мужчина, список, и ты по нему пошел, право-лево. И чем точнее описан, тем лучше я покажу это дальше. Или, например, план поездок. Да, мы планируем, какие мы посетим места, мы планируем, что мы будем делать в зависимости от погоды и так далее. Это фактически тоже формализация. И, конечно, мы вот такие схемы не описываем, когда отсылаем в магазин. Но, тем не менее, мы вам дали все эти кубики, простые, из которых ее можно складывать. И вы можете уже их описывать. Еще раз хочу сказать про важность формализации. Мы часто встречаем то, что приступает к реализации бизнес-процесса B324 и сталкивается с разными сложностями. Но изначально его не формализовали. И на самом деле даже ваши вопросы сейчас в чате, они очень много звучат про, когда же мы будем делать, когда же мы будем делать. Если вы уже знаете, как формализовать, и у вас есть бизнес-процесс на листике, и вы готовы делать, это одно. Если вы думаете, что вы знаете, но на самом деле на листике нарисовали, это другое. И мы обязательно вас просим сначала нарисовать, а потом делать. Даже если вы делаете бизнес-процесс один, и ни с кем не будете его обсуждать. В жизни же формализация обозначает то, что вы выпишете решение по автоматизации бизнес-процесса, будете его согласовывать со всеми участниками, кто, собственно, будет потом принимать эти действия. С руководством, которое будет одобрять, правильно ли описана полностью схема или нет. Конечно, выраженный графический бизнес-процесс гораздо проще нагляднее обсудить, нежели это делать на словах. Дальнейшая его реализация, программирование, ну, хотя у нас визуальная схема, его не нужно программировать в смысле быть программистом, в смысле вы будете составлять его из очень похожих элементов в визуальном редакторе. И это уже дело техники. Нужно знать продукт, нужно знать все возможности, и все наши остальные рубинары будут посвящены именно этому. Но если изначально были допущены ошибки формализации, то как бы вы ни программировали, у вас будут сложности. Поэтому обратите внимание на этот этап и хорошо, пожалуйста, формализуйте те процессы, которые вы бы дальше будете автоматизировать. Ну и завершая этот блок, после немножко агитатичных случаев я не мог его не включить. Старый блок, это не только про мужчину-программиста и жену, который отсылает в магазин, купи батон хлеба, если будет яйца, то возьми десяток. И возвращается муж с 10 батонами. Ты зачем их купил? Ну, я же сказала, что если будет яйца, то купи 10. Да, собственно, что бы разумевала жена? Да, я отразил это блок-схемой. Сначала у нас покупка батона, потом условия, если есть яйца, то берем 10. Если нет, то ничего, собственно, и не берем. Да, а соответственно, как понял это муж программист, что условия, если есть яйца, то берем 10. Если нет, то покупаем один. Поэтому случаи, как это, анекдотичные, да, но в каждой шутке есть доля правды, поэтому, конечно, формализация вам сильно поможет и позволит уже на следующих этапах реализовывать конкретный процесс, нежели заниматься его одновременно продумыванием и реализацией. Это будет намного сложнее. Собственно, опять же, завершая блок, еще хочу сказать про моделирование бизнес-процессов для профессионалов. Судя по комментариям, у нас много опытных ребят. Я в блоке вопросов пообсуждаю, что вы задавали. Есть гораздо более профессиональные нотации для описания бизнес-процессов. Различная здесь передана один из схем, передана одна из схем. В принципе, в той же Википедии вы можете почитать с ними и познакомиться. Эти нотации достаточно сложны для освоения с нуля, поэтому мы в нашем курсе не сможем их применить, и мы бы потратили бы ни один вебинар только на их изучение. Вы уже хотите быстрее прийти к реализации. Но это как точка развития. Мы будем применять обычные блок-схемы, которые мы вам показывали. Они очень просты для понимания, и их более чем достаточно, чтобы формализовывать процессы, тем более первые, для дальнейшей автоматизации. Собственно, мы перейдем к блоку вопросов. Михаил, я сначала озвучу я тех, которые уже задавали, они и технологичные, и по процессам. Дам ряд ответов, потом там слово тебе тоже поотвечаешь. Хорошо? Да, конечно. Значит, собственно, переходим к вопросу. И я не могу не отметить вопрос, который задали только только что. Добрый день. Здравствуйте. Все присоединимся. Значит, собственно, что спрашивали? Давайте сначала по оргчасти. Запись, конечно, будет. Да, стоит добавить об этом свое самое начало. Слайд, видео, слайды, задания и так далее. Все будет выложено, и все участники получат рассылку с информацией, где брать материалы, где будет домашнее задание, и куда давать нам обратную связь по домашке. Вы не видите общий чат, его нет, вы задаете вопросы, мы их видим, мы все их получаем. Соответственно, сколько будет длиться вебинар? Мы планировали до двух часов его провести вместе с вопросом. Я надеюсь, что мы в этот интервал вложимся. Значит, еще по разнообразной части важно. Спрашивали про, как делать бизнес-процессы в бесплатной версии. Скажу об этом еще в конце. Вы можете активировать демо-режим полного тарифа, включить себя таким образом бизнес-процессы. Собственно, теперь по тому, что спрашивали по теме. Значит, очень много было комментариев по тому, что стоит в нашем примере скипятить кофе, приготовить кофе, скипятить воду и насыпать кофе, поменять местами. Сначала говорить, а есть ли кофе, и только потом запускать дальнейший процесс. Это правильное замечание. Хороший, таксистно, тоже можно было бы поступить. Но, конечно, в жизни мы обычно приходим, наливаем воду, потом уже достаем банку с кофе. На самом деле, очень радостно, что вы даете такие замечания. Это значит, что вы, по крайней мере, понимаете суть. И это комментарии по теме. И хорошо, что вы это продумываете. Такие вещи надо учить, когда вы реализуете реальный, конечно же, бизнес-процессы. Еще раз звучало, что остается сразу описывать, что нужно попомыть чашку, что нужно действие, выпить кофе и так далее. Михаил специально обозначил рамки бизнес-процесса. Можно описывать до бесконечности точно, глубоко и так далее. Но при этом у нас пример учебный. Нам можно было бы показать суть, что есть в формале формализации. При реальной автоматизации, здесь Михаил меня добавит, с моей стороны мнение такое, что нужно детализировать необходимые точности для конкретного проекта. То есть все эти действия, которые будут сделаны в системе, отправленные уведомления, кто-то вносит данные. То есть все, что реально будет делаться, все шаги, конечно, стоит описывать изначально на блок-блок-схеме. Вероятно, вы будете сначала описывать общую блок-схему, потом постепенно ее уточнять с опытом. В процессе может быть даже реализация и так далее. Здесь я, Таусу, Михаил, скажу, пожалуйста, какие у тебя рекомендации по поводу детализации, описания бизнес-процесса при реальных проектах? Так, ну, что по поводу детализации? Ну, здесь, конечно же, нельзя сказать, что нужно выполнить там, только чтобы бизнес-процесс состоял из 10 действий, из 20 действий. Это все, как бы, приходит с опытом, и вы сами начинаете понимать, насколько вам нужно подробно рассматривать те действия, которые происходят в рамках бизнес-процесса, или вам достаточно каких-то лучших действий. Поэтому здесь пока, наверное, рекомендации особо-то не будет. Единственное, просто можно рекомендовать следующее. Действительно, не старайтесь абсолютно все действия продумать и зафиксировать в бизнес-процессе. Действия какие-то могут быть общие. То есть, например, ну, тот же самый, вот, взяли мы процесс, конкретные действия из него, там, взять кофе и насыпать кофе. Вот, это же могут быть два разных действия. Взяли банку с кофе, потом насыпали кофе. А можно это показать и в одном действии. Взять кофе и насыпать. Поэтому, первые, наверное, которые бизнес-процессы вы будете создавать, вот, не старайтесь их прям очень детализировать значительно. Какие-то действия можно просто объединять и понимать, что под этим общим действием подразумевается, может быть, там, два или три действия. Это будет проще вам выполнить общую формализацию, построить более простую графическую схему, и она будет для вас более наглядной и более понятной. По поводу вопросов, вот, спрашивают, рисовать бизнес-процесс в какой программе. В принципе, есть специальные программы, ты вам говорил, которые предназначены именно для формализации бизнес-процессов. Вы можете также использовать любой графический редактор. Можете визию использовать, там уже есть готовые элементы для создания подобных блок-схем. Вы можете в текстовом редакторе Microsoft Word рисовать, там тоже есть аналогичные элементы уже готовые. В презентации PowerPoint, вот, откуда мы взяли эти элементы, чтобы быстренько нарисовать. В принципе, какая программа, это абсолютно не важно. Главное, чтобы вы сами наглядно видели, как у вас будет работать бизнес-процесс. Вот, основная задача, это просто сделать наглядным эту схему. А в какой программе вы это сделаете, насколько подробно, это уже не столь важно. Я бы допомнил, что я, например, использую визию просто для рисования, но это не система автоматизированного проектирования, это просто удобный графический редактор для рисования. Вот, ну, и что, в принципе, как раз-таки редактор бизнес-процесса BX24, на мой взгляд, это уже и есть та программная оболочка, которая позволяет вам в визуальном режиме конструировать бизнес-процесс. И какую-то отдельную программу именно для конструирования, на мой взгляд, может быть даже избыточную использовать. Можно ее на бизнес-процесс рисовать на аналистике, визио, в ворде даже, ну, любой вам удобный для этого программе, а уже конструировать сразу в редакторе, он для этого хорошо подходит. Я предлагаю продолжить дальше. Мы ответили на достаточно большой блок вопросов. Я сразу извинись, ребята, мы не сможем подключать на вообще все вопросы, которые не касаются темы. Я вижу, много спрашивают, много интересного, но непосредственно по теме мы постараемся подключать, остальное, ну, если успеем, в конце. Собственно, Михаил, я передаю тебе презентацию. Сейчас, минутку. Да, и мы перейдем ко второму вопросу. Так, создается экранчик. Ага, все, у меня есть картиночка. Коллеги, просто подтвердите, как у вас, переключилось ли изображение. Да, есть плюсики. Продолжаем. Хорошо. Ну, и второй вопрос у нас с вами, это бизнес-процессы в Bittrex 24. Сейчас мы с вами посмотрим, где они непосредственно живут, существуют, с какими элементами они работают. Вообще в Bittrex 24 бизнес-процессы могут быть созданы в различных разделах. Один из самых больших разделов, где функционирует бизнес-процесс CRM. Здесь мы можем создавать бизнес-процессы для таких сущностей, как лид, контракт, компания, сделка. Причем мы можем сделать бизнес-процессы, которые связаны между собой. Например, бизнес-процесс в лиде может быть связан с бизнес-процессом сделка. Но об этом мы отдельно потом поговорим. Далее. У нас есть общий диск в системе Bittrex 24. И там для обработки файлов мы также можем создавать различные бизнес-процессы. И у нас еще есть два раздела. Это процессы в ленте и раздел список. По своей функциональности эти два раздела практически идентичны. Единственный список, он присутствует, этот раздел только в самом верхнем тарифе компании. А процессы в ленте, они в принципе существуют, насколько я понял, по-моему, во всех тарифах. И главная особенность процессов в ленте, что все действия, все сообщения, которые происходят согласно нашему бизнес-процессу, они отображаются в ленте. Ну давайте наглядно сейчас покажем, где наши бизнес-процессы в системе есть. Значит, немножечко коротко о нашем портале. Мы создали тестовый портал. По умолчанию мы используем ту структуру компании, которая здесь дается изначально. То есть у нас те сотрудники, которые по умолчанию устанавливаются при развертывании этого портала. Мы немножечко подредактировали просто отделы. У нас будет бухгалтерия, IT-отдел, отдел кадров, отдел продаж. Директором этой компании буду выступать я и посовместиться буду администратором этого портала. Чтобы было понятно, что это за портал. Это просто тестовый портал. Мы его создали. Вы тоже можете для своей работы, для практики создать аналогичный тестовый портал. Бесплатно пользоваться 30 дней верхним тарифом. И как раз за это время вы сможете, я думаю, достаточно хорошо научиться создавать бизнес-процессы, работать с ними. Ну и я хотел показать, где же у нас. Значит, вот у нас с вами компания слева, раздел компания. И внизу есть раздел списки. Значит, вот здесь мы можем с вами создавать бизнес-процессы. То есть после создания нового списка у вас появляется в панельке закладочка бизнес-процессы. И здесь мы можем создавать уже процессы. Далее. У нас есть общий диск. Тоже вот в разделе компания имеется общий диск. И здесь в правом верхнем углу у нас есть шестеренка настроек. Вот если вы ее нажмете, то здесь будет у вас раздел на настройка бизнес-процессов. Вы должны ее активировать, поставить галочку. И тогда здесь же, опять же, в правом верхнем углу, где шестеренка, открываете, и у вас появляется пункт бизнес-процессы. По умолчанию здесь есть несколько типовых бизнес-процессов. Ну, точнее, это можно даже сказать не типовые бизнес-процессы, а как бы заготовки, которые вы можете потом использовать в своей работе. Ну, и вы будете, конечно же, создать здесь любой новый бизнес-процесс. Вот у вас есть кнопочки создания бизнес-процессов. Это у нас вот раздел общий диск. Вот он. Далее идем. У нас с вами есть процессы в ленте. И здесь у нас есть несколько типовых процессов, которые автоматически у вас устанавливаются при создании портала. Ну, и, конечно же, можно всегда создать новый там, новый сначала процесс, и в нем бизнес-процесс. И в CRM, в CRM, в настройках, настройки, автоматизация, бизнес-процессы. И здесь у нас вот четыре сущности, лид, контакт, компания и сделка, где также мы можем создавать свои бизнес-процессы. Вот есть, значит, раздел список шаблонов. То есть можно посмотреть, какие здесь бизнес-процессы существуют, ну, или, соответственно, создавать новые бизнес-процессы. То есть, как мы видим, разделов для создания бизнес-процессов достаточно много. Так, мы это показали, что списки, общий диск. Вот. Теперь про способы запуска бизнес-процессов. Как запускаются бизнес-процессы. Значит, первый вариант – это автоматический. Автоматически наши бизнес-процессы могут запускаться в двух случаях. В зависимости от настроек. Первое – это когда создается документ, или когда этот документ изменяется. То есть, как только документ создался, сразу запускается бизнес-процесс по его обработке. И, соответственно, там назначаются действия, задания, задачи сотрудникам, которым необходимо что-то сделать, чтобы обработать документ. Или же, если что-то мы изменяем в нашем документе, какие-то данные новые внесли, что-то там отредактировали, то также запустится бизнес-процесс, который позволит обработать этот документ. Вид запуска автоматически по созданию или по изменению документа вы всегда выбираете самостоятельно. И второй вариант – это бизнес-процесс может у нас не запускаться автоматически. И только когда необходимо обработать этот документ, пользователь может вручную задать команду запуска бизнес-процесса. Когда это может пригодиться? Ну, вот бывают такие случаи. Опять же, вернемся к нашему договору. Создаем договор. И далее, после создания договора, если у нас будет включен режим автоматического запуска, нажимаем кнопочку «Сохранить», тут же запустится бизнес-процесс. Но мы договор создали, а может быть в нем хотим что-то еще отредактировать. Или не до конца там реквизиты указали, или еще что-нибудь. То есть мы его создали, но потом нам нужно будет что-то добавить. Нам тогда не нужно, чтобы он запускался автоматически, наш бизнес-процесс. Поэтому тогда можно отключить автоматический запуск. И только когда мы полностью договор создадим, внесем все реквизиты, все данные, мы бизнес-процесс принудительно запустим. Ну, и давайте посмотрим на практике, где это определяется, запуск бизнес-процесса. Так, перейдем к процессу в ленте. Как правило, мы будем этим разделом пользоваться. Он наиболее удобен и позволяет именно обрабатывать практически любые документы, которые в компании применяются. Возьмем типовой процесс «Заявление на отпуск». Откроем бизнес-процессы. Вот у нас имеется заявление на отпуск типовой. И вот здесь вот «Действие» можно щелкнуть и увидеть, какие операции выбираются для того, чтобы у нас с вами бизнес-процесс либо запускался, либо не запускался автоматически. То есть у нас сейчас стоит автозапуск на создание. Если мы выберем «Не запускать при создании», то у нас вот, видите, отключился автозапуск, то есть его нет. В этом случае только пользователь потом принудительно сможет запустить бизнес-процесс. Если же включить «Запускать при изменении», то, соответственно, у нас вот автозапуск и отобразится, что будет при изменении. Ну, давайте вернем в исходное состояние. Нам нужно запускать при создании. То есть сейчас у нас автозапуск создания изменений. А при изменении мы отключим. Ну, то есть сделаем так, как было изначально. Это вот мы рассмотрели там, где определяется автозапуск процессов. Ну, а теперь мы с вами рассмотрим работу типового бизнес-процесса «Заявление на отпуск». Мы выбрали заявление на отпуск, потому что практически все, кто работает, периодически идут в отпуск. И, соответственно, для того, чтобы пойти в отпуск, можно написать заявление. И работу бизнес-процесса мы как раз рассмотрим на этом примере, потому что он, я думаю, для всех достаточно знаком, и все хорошо понимают, что необходимо сделать для того, чтобы пойти в отпуск. у нас будет тестовый портал. И, соответственно, будут три сотрудника. Но я выступаю как директор этой компании. Далее нам потребуется еще сотрудник. Давайте вот структуру я просто покажу компанию, чтобы было понятно. Вот у нас еще есть сотрудник Анна Делова. Это наш менеджер просто в отделе продаж. И есть руководитель у нее. Виктор Слободинов. И как мы покажем работу бизнес-процесса? Мы просто параллельно сейчас на одном компьютере запустим три браузера. И посмотрим, как у каждого сотрудника в браузере какие происходят действия. Значит, мой браузер уже запущен. В живую ленту переключусь для наглядности. Далее возьмем Mozilla. И там у нас будет Виктор Слободинов. Вот такой импозантный человек с бородой. И Анна у нас, соответственно, будет в третьем браузере. Но для того, чтобы бизнес-процесс заработал, очень часто необходимо сделать его настройки. Указать какие-то начальные параметры запуска. И в нашем бизнес-процессе это выполняется следующим образом. В живой ленте Вот еще разочек. Щелкнем ее. В разделе «Еще» выбираем пункт «Процессы». И выбираем заявление на отпуск. Открывается окошко, в котором необходимо указать данные начала отпуска и окончания отпуска. Но для настройки мы воспользуемся в правом верхнем углу. Есть такая вот шестеренка настроек. Нажимаем ее и выбираем пункт «Настроить параметры бизнес-процесса». Открывается окошко, в котором необходимо будет задать параметры, кто утверждает отпуск и кто оформляет. Мы будем считать, у нас компания небольшая, поэтому утверждаю отпуск как директор я и, соответственно, и оформляю. Если нужно здесь указать другие какие-то данные, то просто нажимаем многоточие, открывается окошечко, в котором указаны пользователи, которые могут выполнять действия на нашем портале. Выбираем нужного пользователя. В данном случае я опять себя выберу. Ну и, соответственно, оформляет то же самое. Себя выберу. После того, как вы указали необходимых сотрудников, вы нажимаете кнопочку «Сохранить». После этого наш бизнес-процесс готов к работе. Значит, хочу отметить то, что настройки бизнес-процесса может выполнять только администратор. Обычный сотрудник, у него нет прав на изменение этих параметров. Поэтому, если вы захотите запустить бизнес-процесс, заявление на отпуск, и не будут заданы вот эти вот настройки, а вы просто обычный рядовой сотрудник, то вы не сможете запустить этот бизнес-процесс. Обязательно нужно будет обратиться к администратору, может быть, к руководству для настроек данного бизнес-процесса. И только после этого с ним можно работать. Но в нашем случае мы уже все настроили. И, соответственно, переключаемся в браузер Анны. Выбираем живую ленту. Выбираем пункт меню «Еще», «Процессы» и заявление на отпуск. Ну, то есть Анна у нас собралась в отпуск. Ну, давайте даты будем брать небольшие. Например, с завтрашнего дня срочно какой-то отпуск ей потребовалось по личным обстоятельствам. На неделю она собирается идти в отпуск. Указав данные, она нажимает кнопочку «Отправить». Ну, и появился звуковой сигнал, говорящий о том, что бизнес-процесс начался. Сразу же в живой ленте Анна видит, что ее документ непосредственно отправился к руководителю отдела, к Виктору Слободинову. Поэтому сейчас переключимся в браузер Виктора. Вот у нас Mozilla. Это его браузер. И что мы здесь видим? В правом верхнем углу, там, где у нас уведомление, колокольчик, у нас появилось уведомление, что необходимо утвердить или отклонить заявление на отпуск сотрудницы Анны. Далее. В живой ленте мы видим, появилась единичка. Это говорит о том, что новые сообщения есть в живой ленте. Щелкаем, открываем его. Мы видим, что появилось новое сообщение, которое говорит, что у нас есть задание, которое необходимо выполнить. А конкретнее, это утвердить отпуск нашей сотрудницы. И помимо этого, помимо этого, еще в разделе бизнес-процессы, слева вот этот вот, у нас есть пункт задания бизнес-процессов. И здесь у нас тоже указывается, что появилось задание, которое необходимо выполнить. То есть, в принципе, оно аналогично тому же, что и в живой ленте, только несколько по-другому, в другом формате представлено. Но, в общем-то, это то же самое. Задание утвердить отпуск сотрудницы. И справа можно будет подробнее просмотреть это задание, открыть его в отдельном окне. То есть, когда вы мышку наводите, вот здесь вот гиперссылка срабатывает, появляется подчеркнутый текст, нажимаем его, и открывается вот это вот окно. Соответственно, у нас здесь еще имеется возможность перейти к документу, то есть, подробнее посмотреть те параметры, какие у нас были данные. Ну, здесь просто только начало и окончание отпуска, ничего больше нет. Но мы с вами потом будем создавать процессы, в которых достаточно много данных. И вот просмотр этот очень удобен. То есть, можно детально просмотреть, какие данные использовались при оформлении документа. Хорошо. Это я как бы коротко рассказал, где и как отображаются действия бизнес-процесса. Сотрудник нашего руководителя отдела, непосредственный руководитель Анны, согласен, утверждает отпуск. Вот. Все замечательно. Теперь, что происходит далее? Ну, вернемся в браузер Анны. Ну, и просто обновим страничку. Мы видим, что в нашем бизнес-процессе документ от Виктора переходит непосредственно уже ко мне для утверждения. Ну, прежде чем утверждать документ, я хочу вам показать еще некоторые моменты по поводу работы бизнес-процесса. Очень часто спрашивают, а где посмотреть о том, что бизнес-процесс запущен, что он работает, вот, где это все отображается. Значит, слева, в основном меню, есть такие разделы, как все активные, вот бизнес-процессы, все активные. Если мы откроем, то здесь мы увидим список бизнес-процессов, которые выполняются, то есть работают. Вот, если Анна открывает, она видит, что ее заявление на отпуск оформляется, обрабатывается. Здесь вот этот списочек приведен. Далее есть раздел «Мои процессы». «Мои процессы» это именно те процессы, которые сотрудник сам запускал. И вот в этом списочке как раз будут отображаться те процессы, которые сотрудник запустил. И в данном случае у нас опять же отображается процесс оформления отпуска, который Анна запустила, и указано, какая стадия его. Вот здесь вот Анна запустила, потом Виктор Слободинов утверждал, и теперь документ перешел уже непосредственно ко мне на утверждение. Ну, давайте теперь продолжим. Переключаемся в мой браузер и в живой ленте я вижу, что есть задание. Но также могу еще показать, что в уведомлениях тоже у меня появилось сообщение, что нужно утвердить или отклонить заявление на отпуск. В живой ленте это я вижу. И опять же, вот здесь вот у нас слева, в основном меню в бизнес-процессах, есть раздел задания бизнес-процессов. И здесь есть опять же задание на утверждение отпуска. Я его могу открыть в подробном окне, а могу в общем-то и сразу решить. Если мне все понятно, то я могу сразу нажать утвердить отпуск. Все замечательно, отпуск утвержден, наш сотрудник может собираться в отпуск, но нужно, необходимо сначала еще оформить все документы. И так как я указал себя в виде оформляющего, то мне поставлено и следующее задание автоматически. необходимо оформить отпуск. Вот указано. То есть все, что нам необходимо было сделать для согласования, выполнено. Дальше просто оформить документы. Ну, хорошо. Я оформляю отпуск. Отпуск у нас оформлен. Галочка стоит, показывает, что у нас отпуск оформлен. Бизнес-процесс на этом завершился. Как Анна может узнать, что бизнес-процесс по оформлению и отпуска завершился. Переключимся в ее браузер. В разделе все активные можно открыть и мы видим, что здесь нету процессов. То есть активных процессов нету. Тот, что у нас был запущен, он завершился. А в разделе мои процессы Анна будет видеть, что ее процесс завершен, отпуск оформлен. Так, ну вот мы продемонстрировали работу типового бизнес-процесса, потому что я тогда очень часто спрашиваю, в чем заключается работа, что происходит вообще в системе, когда выполняются бизнес-процессы. Мы постарались вам это показать, продемонстрировать, чтобы потом, когда мы будем уже создавать бизнес-процесс, мы как бы понимали, что будет происходить в процессе его выполнения. Вот еще здесь вопросы, мы сразу сейчас к вопросам перейдем. Один из вопросов был, когда мы будем создавать. Создавать мы будем на следующем на следующем себинаре. Это очень популярно сегодня, когда будем создавать. На самом деле, коллеги и участники, спасибо большое за вашу очень большую активность в вопросах и вдвойне приятно, что мы, что видно очень конкретные вопросы по сути реализации. К сожалению, мы сейчас прямо на них на все не ответим, их очень много, они очень конкретные, их нужно показывать, как это реализовывать, но у нас есть очень важная функция собрать с вас обратную связь и в начале следующего вебинара как раз таки поотвечать на самые частые, такие вот практически хорошие штуки, которые стоит показать. Ну или по теме сегодняшней еще что-то попомочь понять. Я вкратце пробегусь, потому что спрашивали, потому что можно ответить сходу. Значит, был вопрос о создании бизнес-процесса, если есть план. Конечно, если у вас уже что-то нарисовано, вы можете делать, не дожидаться, пока мы с этой стороны здесь будем объяснять. Вы можете смотреть наши кейсы, что мы будем показывать дальше, реализовывать свой бизнес-процесс. Это возможно. Для тех, у кого нет готовой идеи, мы дадим тестовое задание, чтобы делать. Был вопрос про реализацию бизнес-процесса на производстве по разным отделам, если участвуют. В принципе, мне кажется, мы не ограничиваем по пользователям, которые могут участвовать в одном бизнес-процессе, не важно, что именно они отделы, главное, чтобы они были заведены в BbitX24 в принципе у вас. Был ряд вопросов по аккаунту, что у вас слева нет бизнес-процессов или что-то еще. Смотрите, у вас есть бизнес-процессы в двух верхних тарифах. У нас BbitX24 получается, в четырех тарифах. Первый бесплатный, три остальные платные, и вот в двух верхних есть бизнес-процессы. Поэтому, чтобы реализовывать, у вас должен быть телеплатный аккаунт, или вы можете включить у себя демо-режим, и вы можете подключить один раз на 30 дней, чтобы подключить себе полный аккаунт на бесплатный, вы могли попробовать с бизнес-процессами. Можете зарегистрировать себе новую демку и сделать там, если вы хотите пройти обучение и использовать бизнес-процессы, например. При этом, так звучало просто, что у вас нету списков. Списки есть только в верхнем тарифе. Соответственно, вам в третьем тарифе доступны процессы, то есть списки в ленте. На самом деле, мы рекомендуем именно их использовать, потому что они более удобны для тех, кто непосредственно будет работать с бизнес-процессом. Они появляются в ленте, их виднее, с ними удобнее. Соответственно, был еще вопрос, почему бизнес-процессы лежат в разных местах системы. Это ведь не потому, что есть бизнес-процессы, и мы их пораскидали, потому что есть объекты системы, CRM, списки, процессы, файлы, по которым запускается бизнес-процесс. Вот поэтому они получаются и разнесены в разные места. И по поводу процессов в ленте, собственно, как их вытащить в ленту. Когда вы создаете процессы, у них есть галочка «Показывать в ленте». И для тех, кто их стартует, их можно создавать, то есть создавать новый процесс, запускать прямо из ленты, не переходя, в принципе, раздел бизнес-процесса будет видеть кнопочку «Создать новый» и запускать. Михаил, есть ли у тебя еще на что-то хотел бы ответить? Может быть, просто дополнить тебя. Много очень технических вопросов задают, поэтому, наверное, просто, наверное, следует сказать, что какие-то, если у вас есть специфические технические вопросы, обращайтесь в техподдержку. там на сайте битрикс24.ru есть раздел «Техподдержка». Вам обязательно ответят на ваш вопрос, потому что в рамках наших вебинаров мы не можем рассматривать какие-то, может быть, особые тонкости и специфические, отвечать на специфические вопросы. Я думаю, что в техподдержке вам подробнее и лучше ответят на эти вопросы. Все-таки у нас общие вебинары по поводу того, как создать первый бизнес-процесс, настроить его и работать с ним. Много вопросов задают по поводу того, а вот если у нас договор таким-то образом оформляется, что руководитель там еще дополнительный счет обычно выставляет сразу же и так далее. Мы с вами рассматриваем достаточно простой бизнес-процесс по оформлению договора. Потом вы можете его усложнять, добавлять в него новые действия, какие-то условия туда дополнительные вставлять и так далее. Наша сейчас с вами задача вот на достаточно таком простом примере, в котором есть условия, есть циклы, попытаться его реализовать, чтобы вы разобрались, как это делается и смогли сами самостоятельно сделать свой первый бизнес-процесс, который у вас будет работать. А дальше вы его, конечно же, продолжите и в последующем, я думаю, создадите не только более сложную версию этого бизнес-процесса, но создадите там еще другие бизнес-процессы, которые вам помогут в работе непосредственно. Ну вот, наверное, все, что я хотел дополнить. Еще раз скажу, что очень много вопросов. Во-первых, я их обязательно сохраню после вебинара и, безусловно, постараюсь сделать так, чтобы мы дали ответы на хотя бы некоторые из них в начале следующего вебинара. Естественно, интересные, хотелось бы показать и научить реализовывать некоторые моменты. Ну окей, мы едем дальше. Так, да, значит, презентация должна быть с моей стороны сейчас, да, активно? Да. Ее видно? Да, да, тебе хорошо видно, ты никогда не... Все. Ну, отлично. Тогда переходим к вопросам. Переходим к третьим вопросам. Вот, как реализуются бизнес-процессы в Bittrex 24? Рассмотрим редактор бизнес-процессов и действия, которые в нем используются. Ну, а сделаем мы это с вами на практическом примере. Поставим себе следующую задачу. Мы с вами рассмотрели работу типового бизнес-процесса заявления на отпуск. Но что-то там нам, например, не нравится. Вот. И нам, соответственно, нужно какое-то новое действие добавить или что-то изменить. Я предлагаю сделать следующее. Первое. Это добавить уведомление пользователей, что бизнес-процесс запустился. Потому что это не всегда наглядно и не всегда понятно. То есть какая-то там задача или задание поставлено следующему сотруднику, а тот, кто запустил этот бизнес-процесс, не всегда понимает, а работа началась, мой документ обрабатывается. Вот. Поэтому я предлагаю это уведомление добавить. Далее. Если вы там видели в настройках этого типового бизнес-процесса, было указано, что оформляет бухгалтер, ну, и, соответственно, там главный бухгалтер компании. Но на самом же деле заявление на отпуск, в общем-то, это функция отдела кадров оформлять. Соответственно, просто текстовое описание нужно будет поменять. И мы покажем, как это сделать. И еще добавим задачу сотруднику перед тем, как идти в отпуск. Например, сотрудник у нас решил пойти в отпуск, написал заявление, но прежде чем идти в отпуск, мы сразу ему поставим задачу сдай текущий отчет. А после этого, уже когда ты сдашь отчет текущий, мы посмотрим там на результат, ну и согласимся, идти тебе в отпуск или не идти. Ну и как это сделать? Как внести изменения в существующий бизнес-процесс? Для этого существует дизайнер бизнес-процесса, в нем можно и редактировать бизнес-процессы и создавать новые. Схематично, то есть я сделал экранную копию и на этой схемке подписал основные элементы нашего дизайнера бизнес-процессов. Вверху у нас имеется контекстная панель, где мы можем выполнять настройку нашего бизнес-процесса. Далее идет основное поле, в котором у нас создается шаблон бизнес-процесса. Этот шаблон состоит из отдельных действий, которые здесь вот у нас приведены. Эти действия можно настраивать. Для настройки каждого действия имеется вот такая шестеренка настроечная. Мы ее, когда нажимаем, открывается окно с настройками. А с правой стороны у нас находится панель, где приведены основные действия, которые мы можем использовать. так сказать, activity еще другой термин используется. Ну и давайте теперь на практике посмотрим, как можно произвести изменения нашего типового бизнес-процесса. Переключимся опять в браузер. Так, это мой браузер. Я являюсь, напомню, что и директором этой виртуальной компании, и соответственно администратором. идем в раздел процессы в ленте, открываем наш типовой бизнес-процесс заявление на отпуск. Вверху в панели нажимаем кнопочку бизнес-процессы и открываем наш бизнес-процесс на редактирование. Щелкаем на нем. Вот он у нас открылся. Ну и еще разочек. Вверху у нас панелька. Контекстная панель для настройки. Далее идет сам шаблон бизнес-процесса, состоящий из действий. Внизу у нас к самому концу находятся кнопочки сохранить, применить, отмена. Обязательно нажимайте кнопочку сохранить после того, как вы выполнили какое-то действие. Справа у нас находится панель с действиями. Они сгруппированы по различным разделам, то есть, например, обработка документа это основные действия, которые позволяют нам что-то сделать с документом, изменять документ, выполнять публикацию его блокировать, например, чтобы потом работа с ним не велась. Далее у нас есть задания, которые мы назначаем для обработки этого документа каким-то сотрудником. У нас есть определенные конструкции, уведомления и так далее. То есть, здесь все сгруппировано по определенным признакам, то есть, если что-то нужно сделать какому-то сотруднику, то это задание, например. Если нужно обработать документ, то это, соответственно, обработка документа. Далее. Каждое действие имеет определенные настройки. Нажимаем шестеренку любого действия и, соответственно, у нас открывается окно с настройками. И здесь у каждого действия есть заголовок. В этом заголовке указывается, что происходит, что делается. А ниже, как правило, идут те поля, которые необходимо заполнить и которые как раз задают те операции, которые здесь выполняются. Сегодня мы не будем рассматривать подробно все эти действия и все их настройки. Мы только попробуем изменить типовой бизнес-процесс, добавить сюда новые действия и их настроить. И мы говорили, что при запуске бизнес-процесса мы хотим, чтобы было уведомление самого пользователя, что процесс запустился, началась его работа. Как мы это сделаем. Значит, вот открыли раздел уведомления. Еще разочек его откроем. Находим здесь действие уведомления пользователя и мышкой вытаскиваем его в рабочее поле. Тащим к нашему шаблону. Когда мы достигаем зеленого треугольничка, это как бы показывает место вставки действия. Мы отпускаем мышку и наше действие автоматически здесь размещается. появляется уведомление пользователя. Далее, после того, как вы сюда действие установили, его необходимо всегда настроить. То есть, нажимаем кнопочку настройка и здесь заполняем поля. Заголовок это есть у всех действий данное поле и оно показывает, что будет происходить. Рекомендуем всегда вам здесь указывать, что происходит. Не просто использовать текст по умолчанию, но конкретно записывать, какое действие реально произойдет. То есть, уведомление пользователя. Давайте напишем, что это будет уведомление сотрудника о запуске бизнес-процесса. Далее. Нужно запомнить поле отправителя уведомления. В данном случае, ну вообще все поля как заполняются? Можно текстом заполнять эти поля. А еще есть вот здесь вот раздел вставка значений. Когда вы нажимаете на многоточие, вы можете использовать те значения, которые имеются у нас в системе. Нам нужно выбрать пользователя, который будет являться как бы автором этого сообщения. То есть, когда Анна там напишет заявление и отправит его, и как бы должно прийти сообщение. От кого она придет? здесь всегда нужно, конечно, логически продумать, от кого должно прийти такое сообщение. Ну, чтобы особо долго не думать, мы просто выберем меня как директора. Михаил, извиняюсь, я тебя здесь хочу дополнить, хорошо? Да, можешь сразу, конечно же, дополнить. Вот, пожалуйста, оставь эту фрумочку открытой. На самом деле, работа с пользователями, она очень важна. Правильный выбор пользователя, в том числе программный, внутри бизнес-процесса определить руководителя, определить, как из нескольких специалистов выбрать одного, которому именно поставить задачи бизнес-процесса. И так далее, и так далее. Это очень хорошая, большая тема, мы ее обязательно дальше рассмотрим более подробно. Сейчас мы просто покажем выбор простой, когда мы выбираем конкретного пользователя. Но часто нужно решать задачу другую, определить пользователя автоматически. пока, чтобы вы просто поняли, что такое форма выбора значений, показываем простой пример. Спасибо. И нажимаем кнопочку вставить. Вот, у нас автоматически отобразилась запись, что отправитель уведомления будет Филиппов Николил. Далее, получатель уведомления. То есть, это тот сотрудник, который как раз и начал бизнес-процесс. Поэтому нажимаем кнопочку опять многоточие. И как это можно задать? Задать это можно следующим образом. У нас есть поля документа и в них есть служебное поле. Кем создан этот документ? Когда мы создавали заявление, то там было только два поля. Дата начала отпуска и дата окончания отпуска. Но при создании какого-то документа есть еще служебные поля. Про них мы тоже потом поговорим. И вот в качестве служебного поля можно использовать кем создан автор данного документа. И как раз мы его здесь и задействуем. Вставляем. В результате вставляется служебное значение. Суть этого служебного значения мы рассмотрим на следующих вебинарах. Сейчас нам просто главное понять как изменять типовой бизнес процесс. Это служебное значение вставилось и далее мы текст уведомления напишем. Какой-то простой текст. запущен бизнес процесс по линии отпуска. Все. Дальше дублировать его не надо. Просто нажимаем кнопочку сохранить. Наше действие настроено. То есть теперь когда бизнес процесс запустится сотрудник получит об этом уведомление. И далее мы хотели еще чтобы перед тем как мы начнем оформлять документ сотрудника чтобы он сдал нам текущий отчет. И по результатам этого отчета мы уже будем знать можно нашего сотрудника отправлять или нет. Может быть он что-то еще там не доделал. Как мы это сделаем? Мы среди уведомлений используем действие задачи. Я думаю что задачи для вас знакомы. если вы работали с порталом битрикс24 то используйте часто такую возможность как постановка задачи для того чтобы сотрудникам назначать задачи или сами являетесь исполнителем этих задач. Когда руководство отслеживает все ваши действия по работе и видит вовремя вы выполняете задачи либо там какая-то есть просрочка по задачам. Поэтому мы в нашем примере тоже используем действие задачи потому что думаем что вам это действие очень хорошо знакомо. Далее после того как вы установили его в шаблон бизнес-процесса нужно обязательно это действие настроить. Шестеренку нажимаем у нас открывается окно где мы с вами и вводим параметры. Значит заголовок задачи давайте так и поясним задачи сдать текущий отчет. Далее остановить ли бизнес-процесс? А да мы его остановим. То есть сначала сотрудник должен будет сдать отчет и только потом уже документы будут оформляться на отпуск. Пока отчет не сдаст соответственно документы оформляться не будут. бизнес-процесс будет ждать этого. Далее название задачи давайте так и напишем сдать текущий отчет постановщик. Давайте выберем в качестве постановщика опять же директора компании который ставит задачу что перед отпуском вы должны все сдать отчеты. То есть себя выбираю ответственный то есть тот кто непосредственно хочет в отпуск. То есть нашему сотруднику нужно указать. Значит мы можем это использовать опять же пользователем раздел автор или использовать поля кем создан. В принципе это по сути это одно и то же получается. Вставляем опять он оставляет служебное значение далее мы остальные поля не заполняем коротко опишем описание задачи создать перед отпуском отчет но приоритет у нас пусть будет средний остальные пока поля просто оставим без изменения все сохранить нажимаем вот мы внесли изменения в бизнес процесс далее можно аналогично еще сделать уведомление в конце бизнес процесса о том что он завершился то есть четко показать автору что обработка его документа закончилась ему придет уведомление о том что бизнес процесс завершен я думаю что теперь вы это можете сами самостоятельно сделать то есть вот сюда прям самый конец вот прям где этот треугольничек вы вставите это действие об уведомлении ну а мы с вами сохраняем наш бизнес процесс ну и давайте посмотрим какие изменения произошли опять перейдем в браузер Анны в живой ленте например предыдущие отпуски не утвердили по каким-то причинам может быть даты не те были вот не смогут ее отпустить в такое время она теперь у нас следующий запрашивает отпуск ну пусть там на другую дату это не важно конечно же и нажимает кнопочку отправить и что мы здесь сразу видим вот здесь вот в правом верхнем углу где у нас колокольчик с уведомлениями открываем вот предыдущие мы пока уберем чтобы оно нас не путало это сообщение и мы видим что здесь есть сообщение запущен бизнес-процесс по оформлению отпуска то есть я как бы автоматически сообщил Анне что бизнес-процесс уже запущен и она знает что ее отпуск теперь будет оформляться но помимо этого что еще у нас в задачах у Анны появилась новая задача вот она сдать текущий отчет то есть для того чтобы далее документы оформлялись по ее отпуску она должна сдать текущий отчет руководитель посмотрит все ли нормально вот и соответственно потом примет решение можно отправлять нашу Анну в отпуск или нет то есть она выполняет задачу по созданию отчета нажимает кнопочку завершить ну а далее бизнес-процесс у нас идет так как мы и раньше рассматривали я думаю уже не стоит это выделать вы и так уже понимаете что те действия которые мы рассмотрели дальше будут без изменений выполняться то есть вот те изменения которые мы выполнили мы их сейчас с вами и продемонстрировали и посмотрели вот и соответственно у нас с вами будет такое же аналогичное домашнее задание по изменению типового бизнес-процесса только другого но я думаю сейчас об этом Иван вам подробнее расскажет а я еще немножко хочу дополнить где можно вообще посмотреть описание бизнес-процессов значит на сайте битрикс24 в разделе поддержка вот там нужно будет немного пролистать вы увидите такой текст у нас есть учебный курс по битрикс24 будет ссылочка пройти этот курс открываете курс там достаточно большой текстовый курс который описывает вообще работу системы битрикс24 и в нем есть раздел бизнес-процессы в этом разделе открываете пункт действия и там подробно расписывается каждое действие можете прочитать посмотреть как настраивается каждое действие какие данные необходимо там записать в каждом поле или можете воспользоваться короткой ссылкой которая приведена вот на данном слайде ну теперь Иван давай перейдем к вопросам вот я думаю что много появилось еще дополнительных вопросов по ходу нашего вебинара так я включаю себе голос Михаил на самом деле мне есть предложение я могу пока подвести итоги и подобрать и посмотреть на вопросы они больше технические и подобрать те которые ты сможешь сразу дать ответ или организационные я пока подведу итоги давай тогда хорошо я сейчас посмотрю что у нас было передай мне презентацию пожалуйста на мой экран так переключаем забираю так скажите пожалуйста переключилась ли картинка есть ли у нас итог подведение итога так отлично спасибо вижу еще пару секунд подожду отлично так значит собственно что мы показали мы подведем итоги еще раз напомню что это не просто один вебинар это целый курс и просмотрев все вебинары по очереди мы вам дадим все необходимые знания чтобы самостоятельно делать бизнес-процессы сегодня очень многие спешили хотели дайте же нам уже делать бизнес-процессы подождите очень важно понять что их нужно формализовать и мы сегодня познакомили тех кто еще ранее не работал что такое бизнес-процессы по каким объектам можно делать и как вообще они редактироваться мы показали редактор бизнес-процессов и фактически ваш дальнейший урок будет посещен тому что мы будем переносить в редактор составлять из тех действий которые нам доступны тот нарисованный нами бизнес-процесс действия это основной кубик очень важно понимать их перечень какие есть как их настраивать мы это покажем как раз таки вам все в следующем вебинаре и мы будем реализовывать то самое оформление до договора сначала мы сделаем его по простому формате первый раз и на дальнейшем будем улучшать и развивать то есть показываем разные технологии которые у нас есть для того чтобы реализовывать бизнес-процесс соответственно теперь домашка мы на самое настоящее обучение самый настоящий курс домашние задания я не буду сейчас дословно зачитывать текст смотрите пожалуйста на слайде вы будете автоматизировать обращение клиента на предприятие для заказа продукции этот текст вам будет конечно же доступен после вебинара в материалах еще раз скажу что мы сделаем рассылку все придет ссылка куда заходить где читать где скачивать собственно вам нужно формализовать его и не потому что мы будем проверять за каждым я думаю что у нас сегодня было 800 с чем-то участников в конце осталось даже 700 практически это очень круто мы бы конечно хотели бы вам помочь и проверить каждого задания но это физически я переживаю будет невозможно поэтому вы делаете в первую очередь для себя вы должны научиться описывать бизнес по процессу текстом а еще лучше графически я попрошу вас тем не менее присылать задание чтобы для вас это была мотивация его сделать будет ссылка куда вы сможете загрузить результат скриншотом фотографии как удобно а самое главное вы дадите нам обратную связь с текстом что у вас не получилось с чем была сложность это для нас будет материал для следующего вебинара что нам стоит показать или рассказать еще раз что вызвало наиболее сложные моменты собственно второй задание мы предлагаем уже сразу после первого вебинара попробовать понять какие ваши рабочие процессы общедостаточно просто формализуются наверняка есть однотипные вещи которые делаются по одним и тем же шагам и битрикс24 хорошо бы вам могут помочь если их завести в систему автоматизировать там попробуйте их описать хотя бы текстово для себя сформулировать какие процессы уже есть и в следующих вебинарах мы будем предлагать вам уже их делать с помощью этих знаний которые мы вам будем давать ну и чтобы закрепить тот блок знакомства с бизнес-процессами найдите ваш битрикс24 стандартный бизнес-процесс на списках в живой ленте заявления на командировку и внесите такие же изменения вы добавьте в начало уведомления для пользователей битрикс24 вы выберете любого о том что бизнес-процесс запущен и добавьте создание задачи тому кто создает бизнес-процесс также по аналогии передать перед отпуском и это будет для вас хорошим закреплением сегодняшнего лабинара техознаний которые мы дали я хочу еще раз важность этого момента даже если вам кажется что все понятно или более того вы все это знаете все равно проделайте это и есть обучение у вас возникнут какие-то вопросы в процессе вы сможете нам их задать собственно когда нужно нам присылать результат до 20 мая включительно да всего до пятницы потому что следующий лабинар у нас уже во вторник а нам еще нужно в понедельник будет обработать ваш результат чтобы дать новые материалы ответ на ваши вопросы все что не получилось все что вызывает затруднения сообщите нам буквально текстом не получилось вот это я так и не понял как это делается и на бинаре 24 мы это рассмотрим собственно еще раз итог все материалы после бинара будут доступны мы сделаем вам рассылку я рассчитываю что мы сделаем сегодня до конца дня или крайний срок завтра в начале но попал сегодня до конца дня как еще раз решать если у вас аккаунт в 24 есть и он не менее командный вы можете делать у себя или же включить демо режим в бесплатном аккаунте он доступен один раз на 30 дней то есть если вы раньше его включали вы не сможете включить его второй раз можете сделать новый демо аккаунт включить там и собственно проиграть те бизнес процессы которые мы будем вам задавать сделать собственно я подвел итоги Михаил если ты готов я попрошу тебе дать ответы на вопросы которые ты выбрал так ну вот да сколько я успел я здесь просмотрел значит здесь спрашивали а можно делать бизнес процессы для раздела дела я так понял что это в СРМ вот и назначать там какие-то звонки встречи и так далее нет этого функционала в системе сейчас нет вы можете только назначать какие-то действия с помощью задач или заданий то есть например поставить задачу позвонить там клиенту такого-то числа и соответственно у вас в нужное время эта задача будет поставлена и вы ее должны будете выполнить вот очень еще были вопросы по поводу чем задача и задание отличаются сейчас я покажу кратко вот значит задача у нас специально есть раздел для задач так Иван давай на меня переключим а да а для тебя сейчас сейчас чтобы я показал продемонстрировал это так передаю тебе картинку так убегу себя чтобы не отвлекать так у меня переключилась я вижу пожалуйста тоже попытки что все хорошо что мы можем продолжать что картинка переключилась так так хорошо продолжаем так портал видно да хорошо значит тут у нас есть раздел задачи и здесь соответственно у нас здесь вот задача отображается и в задачах мы там можем назначать по сути по ходу работы ответственных крайний срок задачи вот а задания у нас специально есть раздел здесь вот бизнес-процессы задания бизнес-процессов вот здесь будут отображаться задания есть определенный некоторый разный функционал в задачах и в заданиях сейчас мы пока не будем его более детально описывать вот в ходе вебинаров мы просто коснемся мы будем создавать в наших бизнес-процессах и задачи ставить и задания и вы просто на конкретных примерах увидите как бы в чем разница вот а сейчас я бы просто хотел показать что это разные разделы нашего с вами портала это вот задачи где у нас вот после живой ленты чат и звонки идут раздел с которыми я думаю что вы все уже работаете и есть отдельный раздел задания бизнес-процессов они именно находятся вот здесь вот там где бизнес-процессы разделчик перескочил вот он свернулся вот здесь вот задание бизнес-процесса так что еще если задача удалена то будет ли дальше работать бизнес-процесс нет у нас с вами было условие что бизнес-процесс будет ожидать завершения задачи и если ее сотрудник там удалил если у него есть права на это то бизнес-процесс он как бы зависит то есть он дальше не пойдет ну и в принципе и не закончится вот такой бизнес-процесс потом нужно будет просто принудительно удалить поэтому желательно чтобы прав у сотрудников было поменьше чтобы они не могли такие выполнять кардинальные действия которые нарушат работу нашего бизнес-процесса далее там спрашивали когда значит бизнес-процесс пойдет дальше когда задача будет завершена сотрудниками или когда примет руководитель значит смотрите мы не делали дополнительную настройку задачи поэтому по умолчанию там задачу должен был принять руководитель я этого не показал но по умолчанию да задачу должен принять руководитель потом дальше бизнес-процесс продолжится спрашивают опять же про задачи чек-лист в задаче можно делать или нет значит в задаче которую вы ставите в рамках бизнес-процесса сейчас чек-лист делать нельзя но когда задача будет поставлена непосредственно сотруднику и он ее откроет он может в этой задаче сам добавить чек-лист или еще как мы рекомендуем мы рекомендуем очень часто в самом тексте просто описывать какие пункты нужно сделать в задаче то есть там пишите ну тоже подготовить отчет перед отпуском и первое там подготовить отчет за первую неделю потом например отчет за вторую неделю потом за третью за четвертую пятый пункт например подготовить итоговый отчет за месяц просто текстом можно прописать в самой задаче по крайней мере когда человек получает такую задачу он все равно видит что ему необходимо сделать по пунктам далее можно ли отменить бизнес-процесс который работает да действительно можно но для этого нужно иметь соответствующие права по умолчанию ну вот у меня сейчас открыт браузер Виктора вот у него прав на изменения нет поэтому я перейду в свой браузер вот как администратор я имею права на данные действия и чтобы отменить совсем работающий бизнес-процесс заходим все активные здесь отображается какой процесс у нас сейчас запущен если помните Анна Делова запустила процесс вот была поставлена задача она ее закрыла и дальше бизнес-процесс пошел там на согласование ее отпуска вот мы можем прервать эту последовательность вот здесь вот мы выбираем команду действия и есть пункт удалить мы его удаляем после этого все операции по данному бизнес-процессу автоматически удалились конечно же это такой элемент который можно или нужно выполнять как можно реже потому что понятно что сотрудники выполняли какие-то дела и потом вдруг все прервалось почему непонятно как это произошло то есть могут появиться к вам вопросы куда все делось так и так далее поэтому по поводу удаления бизнес-процессов надо быть очень аккуратным чтобы не нарушить текущую работу там наших сотрудников так то есть как отменить то есть удалить бизнес-процесс показал можно ли копировать блоки ну я так понимаю это действия которые там у нас используются в дизайнере бизнес-процессов да можно и при создании реального бизнес-процесса на следующем вебинаре мы это покажем это очень удобно действительно чтобы каждый раз не заполнять похожие блоки данными ну и задачи задания как бы коротко показал чем отличается ну вот как бы те вопросы на которые я успел которые я успел посмотреть и дать на них ответы Иван может у тебя еще есть ответы на вопросы наших слушателей я к сожалению все а буквально один вопрос который я себе выписывал еще поход на который я могу сразу ответить был вопрос по использованию битвы 24 как системы управления документа документооборотом внутри организации то конечно есть и статус и там есть все для того чтобы это реализовать собственно мы даже мы хотели провести вебинар на полтора часа с вопросами до двух мне кажется мы рассказали все материалы и я предлагаю завершать Михаил ты можешь пока посмотреть еще что-то если возникает последний ты готов сразу давай еще дадим возможность позадавать вопросы но в целом мы тему рассказали и предлагаю на этом вебинар завершить мы буквально подождем еще минутку две пожалуйста напишите если что спросить еще раз очень важно обратную связь нам дать по заданиям и написать что не получилось что важно еще понять при реализации задания чтобы понимали сегодняшние все заданные вопросы я себе также сохраню я постараюсь дать в каком-либо виде ответы возможно в материалах курса сделать какой-либо список популярных ответов и вопросов чтобы как можно больше вам дать обратной связи все-таки участников достаточно много и прям все-все мы физически не успеем даже при желании обработать за сколько-то у нас будет спасибо большое на самом деле участникам спасибо большое за ваши вопросы мы видим что очень большая включенность вы спрашиваете большую конкретику это классно мы очень рассчитываем что первый вебинар позволил даже тем кто собственно раньше не особо занимался бизнес-процессами действительно смогут самостоятельно теперь их начать уже реализовывать Михаил ну что же есть что-нибудь еще на что готов ответить парочку наверное вот задают вот у меня в портале нету раздела задания бизнес-процессов значит этот раздел у вас появляется автоматически после того как в ходе бизнес-процесса появляется какое-то задание то есть если вы создали только что новый портал для себя вот и бизнес-процессы еще не запускались то у вас по умолчанию этого раздела не будет но не волнуйтесь как только появится бизнес-процессы и задания в них то этот раздел будет автоматически создан то есть его не надо ни самому ни создавать ни настраивать он сам у вас появится и еще раз про домашку у нас все-таки еще спрашивают как и что вот обращаю ваше внимание что вы сами выполняете домашнее задание присылать нам его не надо вот если что-то у вас не получилось вы напишите что у вас не получилось чтобы в начале следующего вебинара мы видели все ли получается у наших слушателей и какие например проблемы возникают и мы тогда ответим на ваши вопросы может быть еще разочек подробнее разберем какой-то момент чтобы вам было более понятно вот то есть домашнее задание выполните для себя чтобы потренироваться формализовать бизнес-процессы и выполнять изменения типовых бизнес-процессов ну вот я пока все что на этом думаю закончу спасибо большое всем участникам рады что вы были приглашаем на следующий вебинар чтобы так сказать доводить дело до конца и действительно освоить все то что мы хотим чтобы вы научились сами делать бизнес-процессы спасибо большое мы да я тоже с вами да Иван но я тоже попрощаюсь я с вами прощаюсь вот большое спасибо за ваши вопросы за ваше внимание которое вы уделили нашему вебинару всего доброго до следующих встреч до свидания всего доброго